Сегодня в программе. Ну что ты делаешь? У тебя уже статей есть. Паня, прекрати! Прекрати, прекрати! У тебя и так условный. У тебя условный. Успокойся. Пасынок избил отчима за измену матери. На чьей стороне будет суд, если парень считает, что справедливо наказал псевдоотца? Я готова развестись, если нет другого варианта. Мы тогда просто с Сашей останемся вдвоем. Которую вы любите разводить из-за прихоти этой девочки. После того, как женщина вышла замуж, ее дочь начала периодически убегать из дома. Но есть ли вина матери в столь категоричном поведении девочки? И стоит ли ее ограничивать в родительских правах? Пришла она в школу, начала рассказывать, тантоваться. У нее куртка дорогая, что купил ей какой-то ее итальянский хахаль. Завидуют молча. Школьнице подарили модную куртку, которая не может порваться ни при каких обстоятельствах. Выяснилось, что это не так. Почему же она требует деньги не с производителя одежды, а со своей одноклассницей? Истец хочет признать пасынка недостойным наследником, потому что тот покушался на его жизнь. Ответчик считает, что отчим сам виноват в своих травмах, ведь он изменял жене. Слушаюсь сам. Уважаемый, уважаемый святая, я прошу лишить возможности наследства своего пасынка, 16-летнего Ивана Макарова. По причине того, что он пытался присвоить себе это наследство, он хотел убить свою мать, зная, что она больна. Его мать, моя жена, мы с ней познакомились 4 года назад. Я пытался быть отцом, я с любовью отнесся к Ивану, но Иван в силу своего возраста, видимо, просто игнорирует помощь старших. Он изначально вообще посылал свою мать и был к ней пренебрежителен очень. Он ее не уважал. Я пытался защищать как-то, пытаться с ним поговорить, подружиться, но все было напрасно. Он даже мне угрожал о том, что он был против наших отношений. У меня есть переписка, вот, зачитаю. Слышь, ты, козел, отвали от моей матери, иначе я примотаю твой член к ноге, а потом эту ногу выдерну вместе с членом. Важаемые друзья, разве так можно? Вы посмотрите, это современная молодежь. Ты ее за х**ки трогал, я видел, какая это подруга. Я тебе когда-нибудь грохну, ты с**ка. И это все он угрожал мне. Можете почитать. Передайте. Это из переписки. Значит, это он видел, как к вам в машину садилась какая-то баба. Я расскажу все матери. Не твой умоделый щенок, это была подруга моей сестры. Это вы как-то выборочно. Уважаемый судья, он врет, он лезет вообще не в свое дело. И вообще все, что он понимает, все, что он слышит, какие-то обрывки из наших разговоров с Оксаной, слышал. Это все вранье. Попрошу обратить на это внимание. Оксана, к сожалению, моей жены, его матери не стало. И он причастен к этой смерти. Каким образом? Он набросился на меня. Я сделал ему простое замечание. В комнате неубранное или по учебе что-то было. Ну что ты врешь? Я за дело не тебя набросился. Так, не надо сейчас. Набросился и сломал мне... Не надо, ответь. Сломал мне два ребра, шейные позвонки. Хорошо, что услышали возню соседи. Они прибежали, его оттащили, вызвали полицию. Дали ему условный срок за нанесение тяжких террористых повреждений. После этого, после этой новости, Оксана спустя две недели скончалась. Так, секундочку. А кто ей эту новость, собственно, сообщил? Эту новость сообщил я. Зачем же расстраивать женщину на смертном адре? Согласен. Видимо, был неправ. Так что... Не исключено, что она могла тоже заранее знать, потому что Иван, исходя из этих переписок, мог клевету создавать очень большую... Ну, клевету создавать на вас, это не... Она не от этого умерла, правильно? Да, она была анкозаболеваема, и у нее был уже диагноз. Иван об этом знал. И, исходя из этого, он претендует на наследство. Потому что он знает, что мать вскоре умрет. Меня он избил, чтобы как наследника меня не оставить и получить единственную квартиру, которая была наследницей Оксаны, себе. То есть он хотел вас убить, что ли, вы хотите? Он хотел меня убить. И об этом есть статья, есть полиция, есть свидетели. Об этом все зафиксировано. Где зафиксировано? Давайте. Приговор. Теперь слушаем ответчика. Ваша честь, я с иском не то, чтобы не согласен, я готов предъявить ему встречный иск. Дело в том, что вот этот козел, вот этот вот непристойный... Так, значит, здесь, в этом суде козлов нет. Вот нет козлов, понимаете? Здесь люди. Айсцы, ответчики, свидетели. Вот представители опеки. Я прошу прощения, Ваша честь, просто у меня не находится других слов, чтобы... Не находится, поищите. Поищу. Ваша честь, просто вот этот недостойный моей матери человек, будем так говорить. Да, это можно сказать. Действительно ее недостоин. Дело в том, что он ни дня в своей жизни, можно сказать, не проработал. Комплектовщиком он пошел, Ваша честь. А там, видите ли, 12-часовая смена. По 15 минут обед. Видите ли, невозможно работать ему в таких условиях. Понимаете, Ваша честь? И вот этот вот недостойный человек сидел на шее моей матери, понимаете? Сидел на ее шее, жил за ее счет. Значит, в квартире жил за ее счет. Не работал, понимаете? А она, как лошадь ходовая, на трех, на двух работах работала. То в ДК одежду пошить, то еще куда-то, понимаете? Она швея была, да? Да, да. И вот это все, это все довело ее до онкологической заболеваемости, понимаете? Вы знаете, не вы, не вы, не вы, истец, последнее замечание, потом буду штрафовать. Не вы, не истец не знают причины, и врачи не знают причины онкологии. Так что говорить, что это он ее довел до онкологии, это как-то самоуверенно было бы. Я предполагаю, Ваша честь. Ну, смотрите, Ваша честь, этот вот человек съездил с ней, значит, пару раз в больницу и больше не ездил. Видите ли, ему стены жмут в больнице. Видите ли, ему лекарства в нос бьют. А как матери-то моей. Я действительно потерял сознание в одной из поездок. Человек, который мог действительно поддержать мою мать, с ней не ездил. Она то одна, то я с ней ездил. Понимаете? Ваша честь. То есть он даже в больнице ее не навещал? Пару раз вместе с ней ездил. Ну, мы ездили на химиотерапию. И вот однажды на очередную химию поехали. И знаете, там очень хороший врач. Действительно, ас своего дела. Не то, что этот... Так, ну хорошо. Не то, что этот человек, значит. И вот забыли мы презент для него. Действительно хороший врач. Приезжай... Ну, я говорю матери, поезжай одна, я через часик приеду. Значит, приезжаю я домой, слышу звуки из-за квартиры. Захожу, значит, а он там нашу соседку извращает. Можно так выразиться. Ну, то есть вы его затоете, когда он занимается сексом с вашей соседкой? Да, да, Ваша честь. Именно так. Я, конечно, у меня крышу сорвало. Действительно, действия это еще и происходили на кровати маминой. Представляете, какое неуважение. У меня крышу сорвало. Ну, конечно, я его избил. И в своих действиях, я не сомневаюсь, я повторил это, Ваша честь. Человек недостойный. Я понимаю. И вот, значит, было как. Я ее избил. Соседка, видимо, в армию служила. Оделась быстро и полицию вызвала. Угу. Убежала, значит, из квартиры. И сказала, что она вас разнимать прибежала. Нет, Ваша честь, меня полиция задержала. Я вот из-за этого чуть не сел. Из-за урода, из-за этого, Ваша честь. И вот, собственно, я прошу его сделать недостойным наследником. Он действительно недостойный. Я не хочу, чтобы ему досталась хоть доля в наследстве моей матери. Если бы она была жива, она бы этого не хотела. Она бы с ним развелась сразу. Да, я понимаю. Она не развелась и завещание не оставила. Не оставила, не успела. Она не успела просто, Ваша честь. Я ей рассказал, Ваша честь, то, что он, вот он переспал с нашей соседкой. Но, Ваша честь, скорее всего, это была не единственная дама. Именно это ее и подкосило, понимаете? Не то, что я его избил, а то, что он с нашей соседкой спал, она в кову впала. Именно из-за него. Да не было у нас ничего. Никто не из-за кого. Время пришло. Ваша честь, можно я тоже добавлю? Да, пожалуйста. Ваша честь, когда мы начали проводить проверку, да, фактически все слова, которые сейчас здесь, вот, и факты произнес Иван, да, они все подтвердились. Во-первых, и соседи, да, говорили об Иване исключительно хорошо. Он занимается спортом, активно. И вот та клевета, которую сейчас говорил на него наш истец, да, это вот фактическая клевета. Мы также разговаривали с той самой соседкой, да, которую непосредственно застал Иван в момент, когда вернулся домой. Она же являлась, как ни странно, свидетельницей на суде. Почему ему дали условный срок? Да, потому что она подтвердила, что действительно он их там застал. Вы что, верите, бабки на лавке? Так, истец, я вас штрафую на тысячу рублей. У него, да, я вас штрафую. Прекратите! Ваша честь, она нам рассказала, в общем-то, неприятную историю, да. Ей очень стыдно сюда было приходить, поэтому она нам оставила только письмо, да, как бы пояснительное. Зовут ее Людмила Михайловна, и она сказала следующее, что ее сосед, Просвиряков, очень долго за ней ухаживал, ну, как сказать, оказывал ей знаки внимания, она долго не отвечала. Вот. При этом он ей все время говорил, а что ты, типа, стесняешься со мной, да, встречаться? Все равно Оксанка скоро умрет, так, на свою жену. Вот. Ну, однажды у нее прорвало кран, да, она знала, что Просвиряков дома сидит постоянно, она к нему побежала за помощью. Он эту помощь ей оказал, но расплатиться предложил не деньгами, а иным способом. Так у них начались длительные отношения, понимаете? Это зафиксировано все. И она это в суде уголовному говорила. Да, именно почему у нас условный срок у Ивана, понимаете? После этого они какое-то время встречались, Оксана, естественно, об этом не знала. Но и эти отношения долго не продлились, вы понимаете? Появилась еще какая-то некая следующая дама, и они расстались. Это все вплетнет бабушек с лапки. Вероятно, что Оксана может... Он реально меня избил. И догадывалась об этом, вы понимаете? Пожалуйста, успокойтесь. Вы здесь не потому, что он вас избил. Он за это уже получил свой условный срок. Вы здесь для того, чтобы признать его недостойным наследником. Я должна всех выслушать, замолчайте. Благодарю вас, ваша честь. И до Оксаны, возможно, доходили какие-то слухи, да, понимаете? Опять же, она видела, что сын на какой-то момент пропал, да, переставел. Наверное, она видела, прежде всего, что ее муж в больнице не навещает, и не ездит с ней на процедуру. Он вообще там не появлялся, понимаете? Он, видите, в обморок падал в больнице. Даже такое типа было, понимаете? Нежный наш. Очень, да, получается, нежный человек. Я реально потерял сознание тогда, уважаемый сериал. Как я вам сочувствую, прям не могу. Сейчас заплачу. Ваша честь, мы целиком и полностью поддерживаем Ивана. Да, конечно, не самый лучший поступок то, что он его избил. Но избил он его не из корыстных соображений. Абсолютно не из каких корыстных соображений. Это был просто порыв, вот, аффект. Суд удаляется для вынесения решений. Аффективное состояние. Далее в программе. Я готова развестись, если нет другого варианта. И мы тогда просто с Сашей останемся вдвоем. Ой, зачем же вам, с хорошим человеком, которым вы любите, разводитесь из-за прихоти этой девочки. 13-летняя девочка не захотела налаживать отношения с отчимом, который переехал к ним жить. Каким образом она стала выражать свой протест? И почему ее мать решили ограничить в родительских правах? Пришла она в школу, начала рассказывать, пантоваться. У нее куртка дорогая, что купил ей какой-то ее итальянский хахаль. Завидуют молча. Девушка решила доказать, что ее одноклассница носит не дорогую брендовую куртку, а дешевую китайскую подделку. Ради этого она даже готова оказаться в суде. Урод! Ты! Из-за тебя все, блин. Это ты ее убил! Так, держись. Держись, он тебя провоцирует просто. Ну что ты сделаешь? У тебя уже статья есть... Ваня, Ваня, прекрати! Прекрати, прекрати! У тебя и так уже условный... Урод! У тебя условный. Успокойся. Сейчас суд все определит. Иск про Свирякова Алексея Тарасовича о признании Макарова Ивана Кирилловича недостойным наследникам оставить без удовлетворения. Встречный иск Макарова Ивана Кирилловича о признании недостойным наследником про Свирякова Алексея Тарасовича оставить без удовлетворения. Прошу садиться. Что касается первоначального иска, Макаров Иван Кириллович умыслов на увлечение своей доли наследства не имел, действовал действительно в состоянии сильного душевного волнения. Что касается встречного иска, действия про Свирякова никак не падают под действие указанной статьи. То есть они безнравственные, аморальные. Он, конечно, понятно, что он совершенно безнравственный тип, но, к сожалению, морально он, может, и не достоин, но закон таких случаев не предусматривает. Поэтому в обоих исках отказано. Прошу всех встать. Решение суда. В иске отказать. Во встречном иске отказать. Я считаю вообще, что такая молодежь, и тем более Иван, не достоин наследия. По нему колония плачет, тюрьма. Неважно, признали его, не признали недостойным наследником. Факт остается фактом, что именно он довел мою мать до гроба. Ну, а Ивану сейчас стоит пристально посмотреть на свое будущее, чем он сейчас будет заниматься, потому что у него и так условный срок, а он сейчас остается без своего отчима. Некоторые родители только в суде узнают, что их дети падают в пропасть. Да, я легла с ним в койку. Вот что получилось. Судья Алиса Турова остановит этот беспредел. Дети твои, ты когда их делал, ты понимал, что их придется еще воспитывать, кормить? А вы когда уводили мужчину из семьи, тоже понимали, наверное, что кормить-то будет труднее. Дела судебные. Яблоко раздора. Девочке только 16 лет. Она парня себе завела. А когда заводить? В 80? Истец требует ограничить мать в родительских правах в отношении несовершеннолетней дочери. Ответчик иск не признает. Просит не забирать у нее ребенка. Слушаем вас. Значит, мы выходим с иском об ограничении в родительских правах Зуевой Ольги Антоновны в отношении ее дочери Байкова Александровна 9-го года рождения. Значит, там сложилась очень сложная ситуация. Родители Саши никогда не жили вместе и никогда не были супругами. Но отец Саши Байков, Федор Петрович, признал дочь, вписал ее в свидетельство о рождении, дал свою фамилию, поддерживает ее материально. Собственно, практически он ее содержит. Но жили они всегда вдвоем, семьи не было. Саша всегда жила со своей мамой, под Ольгой Антоновной. Полгода назад Ольга Антоновна вышла замуж. Саша не приняла этот брак, ну ни в какую, в штыке. Изначально не хотела, чтобы она замуж выходила. А когда все-таки этот брак состоялся? Сколько, Саша, лет? Тринадцать. Тринадцать? Да. Самое оно. Она стала убегать из дома. Или я, или он. Отчим хороший человек, и хочет с ней наладить отношения, он никоим образом не хочет заменить ей папу, он просто хочет нормальных отношений, быть другом. И она и на это не идет. То есть трижды она убегала. Ну возраст-то какой? Да возраст, плохой возраст. Все правильно. Но девчонка-то трижды убегала из дома, и каждый раз искали с полиции. Потому что один раз, два раза нашли у друзей, третий раз нашли у бабушки. Ну она не приходит просто на ночь домой. Все. Мать, естественно, ищет. Когда нашли у бабушки, вернула, полиция перевезла домой, Ольга Антоновна просто уже сорвалась, она ей надавала пощечин. Ну это уже... Ну слушайте, я бы тоже надавала. Да, у меня просто был нервный срыв, я не смогла это спокойно перенести, потому что три раза ребенок сбегал. Но дело все в том, что там идет нескончаемый скандал. Не хочет девчонка никоим образом жить с ними. Когда мы... Нет, у нас нескончаемый скандал. Наши психологи с ней говорили, она сказала, что она не будет жить с отчимом в одном доме. Вот что угодно, как угодно. Она будет убегать и дальше, и в следующий раз будет убегать. Ольга Антоновна, к сожалению, не может проконтролировать эту ситуацию. В данном случае не может повлиять как-то на дочь. И поэтому мы считаем, что сейчас будет разумно ее ограничить в родительских правах и передать дочь бабушке. Бойкова Зинаиде Станиславовне, это бабушка со стороны отца. У них прекрасные отношения. Они очень хорошо к друг другу относятся. Девочка прекрасно ее знают, она, собственно, регулярно к ней приезжает в гости. Потому что иначе вот эти все конфликты, он будет только нарастать. Он никогда не прекратится. Их надо как-то развести, чтобы они пожили в розь. Но Ольга Антоновна у нас категорически против. Собственно, почему мы вышли с этим иском? Она не в прокуре не хочет, чтобы дочка жила с бабушкой. Хотя мы ей объясняли, что через полгода ребенок успокоится. Вы будете приезжать в гости, она будет приезжать к вам в гости, она вернется, она сама захочет с вами жить. Но не сейчас, попозже. Девочке там будет хорошо. Это не детский дом, это не какой-то там... Это бабушка. Поняла. Так, хорошо. Давайте послушаем ответчика. Ваша честь, я категорически не согласна с иском. Я очень прошу оставить мне дочь и не ограничивать меня в правах, оставить мне права матери. Сашенька для меня все. Мы живем душа в душу. Я всю жизнь посвятила только ей. Можно сказать, поставила крест на своей личной жизни. Вот она вам теперь отыгрывается за это. Больше десяти лет у меня никого не было, и я не собиралась замуж. Мы жили всегда душа в душу. Все свое свободное время я посвящала ей и занималась воспитанием только я. Так уж случилось, что с ее отцом, с Федором, мы познакомились на работе, он был моим начальником. Ну, у нас закрутился роман, в результате которого родилась моя дочь Саша. Да, он помогал и помогает материально, я это не отрицаю, но дело в том, что... Я считаю, что это очень несправедливо, что органы опеки забирают у меня дочь, потому что я этого абсолютно точно не заслужила. Да, не забирают, Олечка. Да, я однажды подняла на нее руку, но я, как это уже сказала, произошло все в результате нервного срыва. Я безумно волновалась. Она третий раз убежала из дома, и когда ее вернула полиция, я не выдержала и надавала ей пощечин. Но на самом деле я хорошая мать. Надо было раньше ее бить, чтобы она сейчас не выкоплечила. Нет, я так не считаю, извините, я с вами не согласна. Ну, все, жертвовали, жертвовали, и что получили? Я хотела как лучше. Я в любом случае считаю себя хорошей матерью. Пожалуйста, не забирайте у меня ребенка. Она хочет настоять на своем. Вы ее собственность. И она хочет, чтобы ее собственность принадлежала только ей. Что это же, по-моему, понятно. Но, Ваша честь, и ее бабушке Зинаиде Станиславовне, я тоже не хочу, чтобы ее отдавали. Вы знаете, она просто сейчас из себя строит такую замечательную бабушку. А 14 лет назад она пришла ко мне с деньгами, и она требовала убить ребенка. Потому что, видите ли, я вмешиваюсь в семью ее ребенка. Слушайте, ну что вы вспомнили? Вспомнила бабушка, что у нее был дедушка. Я не могу ей забыть, как она мне пихала эти 50 рублей на обоз. Ну что вы вспомнили? Ну за эти девочки 13 лет. Ну эти 13 лет-то она ее любит. Ну что вы сейчас вспоминаете, кто что когда сказал 14 лет назад? Надо уметь прощать. Она стала такой только когда овдовела, и когда ее сын уехал за рубеж. А так ей дочка, внучка не нужна была. Сколько времени с того времени прошло, когда она овдовела, и сын ее уехал? 10 лет прошло с того времени, как она овдовела, и как уехал сын. 10 лет, значит она в хороших отношениях с внучкой. Внучка ее любит, она ее любит. Ну что вы, ей-богу, с чего-то сводите? Я прошу вас, пожалуйста, не ограничивать меня в правах, потому что я делаю все для того, чтобы ребенок был счастлив. Если 13-летняя девочка от вас убегает, вот что я могу с этим сделать? Какое решение принять? Я что, ее должна арестовать, домашний арест посадить или что? Я очень надеюсь и верю, что к Саше рано или поздно придет. Вот это осознание того, что Сережа хороший человек, он ее любит, и я уверена в нем на 100%, он никогда ее не обидит. Ну при чем тут это? Она же не поэтому, я говорю, она боюется тем, что вы ее собственность, которую она сейчас должна с кем-то делить. Это же всем очевидно, и опеки, и вашей свекрови. Конечно. Всем абсолютно очевидно, кроме вас. Дело не в том качестве вашего мужа. Не сомневаюсь, что он прекрасный человек. Здесь еще столько времени терпит эту жучку. Понимаете? Просто не понимаю. Что, с чем, что, чему вы запротивляетесь? Потому что я не доверяю ее бабушке. Я не уверена в том, что она не причинит ей зла. Ну что ты такое говоришь, Олечка? Вы о чем сейчас? Ну девочку нельзя заставить жить не там, где она хочет. Она будет от вас убегать. Что вы предлагаете? Я предлагаю с ней еще раз поговорить и дать нам один шанс. Ну вы, наверное, уже, прежде чем в суд попасть, не один раз говорили? Я надеюсь. Конечно. И что, дало-ка это результат? К сожалению, пока нет. Но я верю в то, что к ней придет это осознание и хотя бы элементарное понимание того, что я заслуживаю счастья. Я не собиралась замуж. Просто так получилось, что мы с Сергеем случайно познакомились. У нас возникло настоящее трепетное чувство взаимной любви. И сейчас что? Вы готовы это разрушить ради нее? Вы знаете, Ваша честь, если на то пошло, и если нет других вариантов, я приняла решение. Я, правда, с мужем еще не говорила, но я могу с ним сегодня вечером поговорить. Я готова развестись, если нет другого варианта. И мы тогда просто с Сашей останемся в двоем. Правда, на обследование. Зачем же вам с хорошим человеком, которого вы любите, разводить из-за прихоти этой девочки? Бабушку слушаем. Ваша честь, я полностью согласна с органами опеки. Мы с Сашенькой очень хорошо общаемся, дружно живем. Она ко мне и раньше приезжала. То на неделе приедет на выходные, то летом на месяц. Я ведь понимаю, что Олечка тогда была молодая женщина, 19 лет. И ей нужно было строить свои отношения. И, конечно, я старалась забрать внучку к себе. С моим сыном Федей у них закрутился несерьезный роман. Ну, это я уже слышала. И он потом уехал в Америку. Но он дочку признал, прошу заметить. И все время помогал материально. И помогает до сих пор. Ну, хорошо, я это все уже знаю. Вы о чем сейчас хотите мне сказать? Я хочу сказать о том, что я с внучкой очень много разговаривала. Но она вот как взбесилась. Нет, бабушка, я жить там не буду. Ну, именно что взбесилась. Она не принимает его. Она считает, что он чужой. Я ее спрашиваю. Ну, может быть, он тебя обижает? Хотя я знаю, что Сережа хороший человек. Он искренне любит Олю и искренне старается наладить отношения с Сашей. А Саша в ответ нет, не обижает. Наоборот, задаривает подарками, лезет со своим вниманием, задружиться хочет, а я его из-за этого еще больше терпеть не могу. И все равно, говорит, из дома сбегу, если они будут с мамой вместе жить. Ну, вот что с ней делать? Ну, хоть кол на голове, тиши. Послушайте, послушайте, стороны. У меня есть предложение. Может быть, вы добровольно отдадите девочку бабушке без ограничения в родительских правах? Просто заключите сейчас мировое соглашение в суде, что вы на 6 месяцев передаете девочку бабушке. И в зависимости от того, в каких настроениях, что вы можете ее навещать неограниченно, что она может к вам приезжать. Я не враг, Олечка. Опека, у нас иск не ваш. Вы третье лицо без самостоятельных требований. Опека, что она это скажет? Нет, мы за. Потому что мы изначально это предлагали. Ну, правильно. Потому что мы сказали, Ольга Антоновна, что зачем до суда это все доводить? Спрашиваю вас. Это ваш шанс. Потому что, если вы сейчас не отдадите этого ребенка, этот ребенок испортит жизнь и вам, и себе. Ну, если меня никак не будут ограничивать в моих правах, и я смогу с ней часто висеться. Мы сейчас заключим опеку, и вы заключите мировое соглашение. Суд его утвердит. Согласны? Ну, соглашаюсь, но с очень тяжелым сердцем. Не надо тяжелого сердца мне. Вы согласны? Я предупреждаю, что я буду очень часто приезжать и забирать Сашу гулять. Она же не против. Нет. Я не против. Приезжайте хоть каждый день. Давайте ваши документы. Хоть каждый день. Никто не против. Наоборот. Что там у бабушки еще? У меня хорошая пенсия. Еще мне помогает сын. Так что мы ни в чем не будем с Сашенькой нуждаться. И трехкомнатная квартира. Суд управляется для утверждения мирового соглашения. Далее в программе. Пришла она в школу. Начала рассказывать, пантоваться. У нее куртка дорогая. Что купил ей какой-то ее итальянский хахаль. Завидуют молча. Школьнице подарили модную куртку, которая не может порваться ни при каких обстоятельствах. Выяснилось, что это не так. Почему же она требует деньги не с производителя одежды, а со своей одноклассницей? Немножечко остынет, перебесится. Я очень надеюсь. Я обещаю. Оглашается определение суда. Утвердить мировое соглашение, в соответствии с которым девочка переезжает к бабушке, по согласию матери, без ограничения матери в родительских правах, сроком на 6 месяцев с правом матери, не ограничено общаться с ребенком. С учетом ее мнения. Дело закрыто. Решение суда. Мировое соглашение. Очень хорошо, что Ольга согласилась на мировое соглашение. И органы опеки надеются, что в дальнейшем они будут решать проблему без нашего участия. А я со своей стороны обещаю, что я обязательно поговорю с внучкой и уговорю ее изменить свое отношение и к матери, и к ее мужу. Ну, что мне еще оставалось? Конечно, я согласилась. Ведь это лучше, чем ограничение прав. Ну, и я, конечно, очень сильно надеюсь, что Саша изменит отношение к моему мужу, и мы заживем как настоящая дружная семья. В правовом конфликте побеждает тот, кто первым обратится к юристам. Есть двухкомнатная квартира, а мне ноль. Если вы не можете вернуть свои деньги... Не буду я тебе ничего платить. Будешь. Вы будете делать то, что решит суд. Если благополучие ваших детей под угрозой... Почему вы на деньги ребенка купили квартиру на свое имя? Да потому что я тоже имею право на эту квартиру. Обращайтесь в нашу юридическую консультацию. Я намерена пойти в прокуратуру еще дальше. Да идите куда хотите. Ваш ребенок опровергает ваши слова. Это бесплатно. Истец требует компенсации материального ущерба и морального вреда. Ответчик иск не признает. Слушаем вас, истец. Ваша честь, вот эта вот юная молодая леди испортила дорогую куртку моей дочери. Точнее, прорвала ее, когда она пришла в школу. Ну и, соответственно, моей дочери пришлось идти домой вот в одной такой тоненькой блузке. Ну, конечно же, она простудилась и провалялась потом дома целую неделю с ангиной. Поэтому, Ваша честь, я категорически требую с ответчика компенсировать мне материальный ущерб 21 тысячу рублей. Я эту куртку выбирала на рынке несколько часов. Моя дочь, бери, что ты снимаешь? Так, рот закройся в школе. Я сейчас обеих выгоню. Ваша честь, вот эту куртку я покупала несколько часов на рынке. Стоит она 13 тысяч. Почему 21 вы просите? Потому что помимо того, что я купила куртку за 13 тысяч, моя дочь заболела. Так, поняла, куртка стоит 13 тысяч. Не 200, да? 13 тысяч. Так, я девочек, пожалуй, удалю. Мы их позовем, когда захотим их опросить. Все, так, давайте. Нет, Ваша честь, пусть девочки останутся. Ну, тогда пусть мамы добьются от девочек, чтобы они вели себя прилично. Вели себя прилично, пожалуйста. Понятно это? Да. Не да, а да, Ваша честь. Да, Ваша честь. Хорошо. И не да, Ваша честь, а да, Ваша честь. Да, Ваша честь. Хорошо, более-менее справилась. Актерских данных, навыков никаких. Ваша честь, так как моя дочь заболела, она у меня не поехала на экскурсию. На двухдневную в Москву. И экскурсия эта стоит 7 тысяч рублей. Вот, пожалуйста, тоже чек. Поняла, 7 тысяч куртка. Ну, значит, куртка 13, экскурсия 7. Совершенно верно. Также, Ваша честь, я вызывала на дом врача из платной клиники. Вот, пожалуйста, договор. Они уже не работают? Все чеки. Нет, не работают. Я ж не ты, чтобы лечиться в такой клинике. Мне это надоело. Девочки удавляются в коридор. Ваша честь, моя дочь молчит. Так, нет, Ваша дочь только что мерзким голосом говорила. Вы не слышите? Пожалуйста, пожалуйста, моя дочь, значит, по поводу договора с клиникой, значит, мне пришлось вызвать врача на дом, потому что моя дочь целую неделю... Почему не из поликлиники? Потому что быстрее и качественнее обслуживает... Нет, ну это ваше дело. Вы имеете право получать только то... Мы можем себе позволить заплатить за клинику, и я хочу, чтобы мою дочь лечили лучшие врачи. Вы взыскивать... Вы мне сказали, дадите сами-то. Вы взыскивать можете только то, что не можете получить бесплатно. Что не можете получить бесплатно, а не то, что вы хотите получить бесплатно. Моя дочь простудилась по вине вот этой хабалки. Так, я все поняла. Так, выражение, выражение, пожалуйста, ваше... Как это, корректируйте, да? Никаких хабалок здесь нет. Ваш честь, я вызвала врача. Так, Настя, хорошо. Вы давайте мне все это. Я вам объясняю. Не хотите, давайте. Ваша честь, а то, что сделала именно она, порвала куртку моей дочери, я пошла в школу разбираться к директору. Оказывается, там висит камера в раздевалке. И директор мне предоставил видеозапись, где очень видно все. кто что делает, да, что это хабалка подходит к куртке моей дочери. Передайте, пожалуйста, там, нажмите на play. И там все прекрасно видно, что вот эта вот девушка подходит к куртке моей дочери, и она не просто так вот подошла там случайно, она умышленно берет и рвет рукав куртке моей дочери. То есть там это все видно именно. Ну что вы мне объясняете? У меня что, глаз по-вашему нет? То есть это сделано достаточно умышленно все. Поэтому, ваша честь, я считаю, что нужно... Так, вы в полицию обращались? Нет, в полицию я не обращалась, но, видимо, придется обращаться, потому что мама там, видимо, воспитания никакого, ущерб нанесен, то есть еще там стоит что-то вякает. Ну, более подробно вам расскажут, что случилась моя дочь. Ну, вообще, эта дура наивная мне постоянно завидовала. Значит, дур здесь нет. И никаких дурных слов здесь говорить нельзя. Я запрещаю. Понятно это? Понятно. Хорошо, тогда вот и говори так. По имени или по фамилии ее называй, как хочешь. Никак не хочу ее называть. В общем, это моя одноклассница. Все время мне завидовала, абсолютно все. Сколько мы с ней учимся, так она мне завидует. Постоянно говорит, что она там по ресторанам ходит, с мужиками богатыми общается, мол, ей то покупает, по салонам возят. В общем, ***, простят. Да. Маша что себе позволяет мне вас теперь вывести? Извините, Ваша честь, вырвалась. Значит, вырвалась, пусть больше не вырывается. В следующий раз удалю и оштрафую. Так вот, говорит, что папика себе там нашла. А оказалось, что нет, ничего она себе не нашла. Как-то выкладывает она фотографии. Вот. С типа дорогущего ресторана, то, что она там была. За нее мужик заплатил 20 тысяч за ужин, то, что они посидели вместе. А что в итоге? Я прочекала гугл, и в итоге там ничего нет. Эти фотографии взяты откуда? Из интернета, правильно. У вас был даже хватил погуглить, да? У меня-то хватило, в отличие от некоторых. Базар между собой запрещен. Штрафую обеих матерей за поведение их дочерей, каждую на тысячу рублей. Понятно. Так, какое отношение к твоей куртке имеют эти фотографии? Так вот, в чем и суть. Когда я слила эти фотографии нашему всему классу и вообще в принципе школе, она что сделала правильно? Порвала мою дорогую куртку. А я ее, между прочим, только купила. Не ты купила, а твоя мама тебе купила. Да это какая разница? Ты еще ничего себе купить не можешь. Ну ладно, мама мне купила куртку. Все, все. Слушаем ответчика. Уважаемый суд, я категорически против иска. А чем вы против иска, когда на видео видно, как ваша дочка рервет куртку? Она не специально это сделала. И платить мне нечем, я вам правда говорю. У меня зарплата всего 35 тысяч. Ну, возьми кредит. Ничего, у вас будет никакой кредит она брать не будет. У нее будут вычитать из зарплаты по копеечке будете получать. Не надейтесь на то, что она возьмет кредит и вам все сразу отдать. Ваша честь, во-вторых, эта мажорка, она же сама во всем виновата. Она же всю школу провоцирует. Она же как считает, если она из богатой семьи, значит, ей можно всех унижать. Моя дочь не виновата, в вашей честь. Она не специально это сделала, не со зла. Вы ее послушайте. У нее же там просто детский конфликт. Я ее послушаю, только если она будет прилично себя вести. Аня, только, пожалуйста, говори хорошо, ладно? Ну, я тебя очень прошу. Ну, Аня. Хорошо. Уважаемый судья, я лишь хотела доказать, что она нагло врет. Я захотела, я это сделала. Так. Как, с чего это все началось? Пришла она в школу, начала рассказывать, понтоваться. Что у нее куртка дорогая, с последней коллекции. И что? Что купил ей какой-то ее итальянский хахаль. Прилетела специально из Италии. Нормально вообще? Ну, и что 10 раз я вам рассказала, что 200 штук стоит. Ну, капец, короче. 200 тысяч? Да. Завидуют молча. Так, мамаша. Ну, что вы так? Я решила погуглить. Нашла эту куртку в интернете. Реально, стоит 200 тысяч. Еще в описании там было написано, что она должна прослужить 50 лет, потому что пропитана каким-то мегаматериалом. Ну, я, короче, не поверила ни в то, что у нее какой-то есть итальянский друг, ни в то, что куртка оригинальная. Предложила ей забиться. Говорю, что я права. Она нет, не мой уровень. Отчела всякий бред нести. А я решила уже как бы девочкам своим подругам доказать, что она врет. Пошла, спустилась в раздевалку, свою куртку ее висит. Беру, дергаю за рукав, ну, и он у меня остается в руках. Хотя в интернете там целый тест-драйв, видео. Как и кинжалами ее типа рвут, хотя ничего с ней не происходит. И машина по ней едет. Ну, в общем, понятно. Твои мотивы понятные. Ты хотела доказать, что это не подлинная фирменная куртка. Да. Это не меняет твою ответственность. Курту ты испортила? Но она все равно сама виновата, что заполела. Курту ты испортила? Испортила. Испортила. Но я хотела доказать, что она врет. Хотела доказать, что она врет. Вот ты за свой счет и будешь доказывать, что она врет. Ну, что там испортила? Ну, дети поругались. Ну, родители у нас в школе бывают ругались. Ну, ничего страшного. Да я зашить могу. Да, конечно. Там обычный шум. Я очень хорошо зашью. Ваша честь. Она нечто ваша. Ну, там вот скандал ни с чего устроили. Да, конечно. Так или иначе, куртка повреждена. Это не объективно сделала ваша дочь. То, что куртка не фирменная, по-моему, невооруженным глазом и так видно. Для этого не надо ее рвать. На ней есть все бирки, она фирменная. Ой, да я и бирки вам прищу. Ну, слушайте, ну это же смешно. На все сейчас клеят бирки. Конечно. Это и так понятно, что это никакая не фирменная куртка. Купленная за 13 тысяч на рынке. Вот еще стоит и так смотрит. Так, все. Суд удаляется. Для вынесения решения. Пошу все встать. Овца, это что, тебе денег не хватило, да? Оплатить себе такси от дома. Выражением следи, пожалуйста. Да, знаете. Вы мне такси могли бы вырвать. Рот, закрой сегодня. Не надо, Анечка, не надо ее тронуть. Престань. Не умеете вести себя ни матери, ни дочери. Никто из вас не умеет себя вести. Все вы хороши. Оглашается решение. Низкая компенсация материального ущерба в размере 21 тысяч рублей и морального вреда в размере 29 тысяч рублей удовлетворить частично. Взыскается ответчика компенсацию материального ущерба в размере в 13 тысяч рублей. В остальной части иск отказать. Прошу, садитесь. Круто, правильно. Папика своего попросишь, он тебе купит. Прекратите. Денег еще добавить. Так, выведите, пожалуйста, девицу. Девицу, выведите, пожалуйста, обеих. Ну, Анечка же ничего не делает. Обеих девиц выведите. Решение касается ИСА и ответчика. Пусть дерутся в коридоре. Суд взыскивает материальный ущерб в размере стоимости порезанной куртки. Суд не взыскивает понесенные с тем расходы на поездку в Москву, так как суду не представлено никаких доказательств, что заболевание дочери ИСА вызвано действиями дочери-ответчика. То есть между этими двумя событиями отсутствует причинно-стоятельственная связь. Суд не знает, от чего заболела девочка. Может, она больная в школу пришла. Суд не взыскивает со ответчика компенсацию морального вреда, так как в соответствии с статьей 151 Гражданского кодекса Российской Федерации, если гражданину причинен моральный вред, физические или нравственные страдания, действиями, нарушающими его личные и неимущественные права, либо посягающими на принадлежащие гражданину нематериальные блага. То есть компенсация морального вреда за повреждение имущества не предусмотрена законом. Дело закрыто. Прошу всех встать. У меня есть деньги купить своей дочери куртку. И я куплю ей хорошую куртку, дорогую. Но здесь просто было дело принципа наказать эту хабалку. Да, некайфовая ситуация, конечно, получилась. Но мы же купим новую куртку. Конечно, точно. Вот она целыми днями сидит в интернете, просаживает там все свое время. А мне еще репетиторов оплачивать ее. А теперь еще эта куртка. Да я лучше бы ей новую куртку купила. А теперь вот, пожалуйста. Я хотела доказать, что она нагло врет. И гроша даже не стоит. Доказала. Дочки и сыночки слишком рано повзрослели. Но я уже взрослая и могу позаботиться и о себе, и о матери. Какой хороший мальчик. Потому что родители до пенсии решили оставаться безответственными детьми. Ты когда ребенка-то делал, ты о чем думал? О сексе. Чтобы не повторять чужих ошибок. Я не могу лишать ребенка отца. Если вы не хотели лишать ребенка отца, нечего было разводиться. Смотрите дела судебные «Яблоко раздора». Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok